Здравствуйте, ребята! С вами я, Желма Гамбетова Рошанзина Тулаевна. Ребята, сегодняшняя тема — свойства текстового фрейма в Adobe InDesign. PM08 — разработка макетов электронных и печатных изданий. Так, давайте начнем. Сперва все запустите программу InDesign. Запустили, да? Чтобы начать работать с текстовым фреймом, мы... Текстовый фрейм — свойства окна. Текстовый фрейм можно вызвать несколькими способами. Через меню объект с помощью горячих клавиш и через контекстное меню. Так, через меню объект выделим текстовый фрейм, да, текстовый фрейм options. При помощи горячих клавиш выделим текстовый фрейм, Ctrl-D. Поскольку работать с текстовым фрейм приходится очень часто, удобнее всего пользоваться для его вызова именно горячими клавишами. Можно вызвать из контекстного меню текстового фрейма, выделив и правой кнопкой, так, текста, frame options, имеет три вкладки, general, base lane options и auto size. Так, сегодня речь пойдет о вкладке general. Она состоит из трех групп, полей colors, inside spacing, columns, inside spacing и vertical justification. В выпадающем списке columns есть три опции, определяющие, как будут вести себя колонки при изменении ширины, да, гарца, widths. Number фиксирует, сколько будет количество полей, да, количество колонок, отвечает за ширину расстояния. Так, поле максимум определяет максимальную ширину. При включенной опции «Flexed number» будет делить фрейм на колонки с выбранной опцией. Эту опцию можно использовать как постоянную, то есть может оставаться, да, вместо этого у нас будет меняться ширина. Так, попробуем разделить фрейм. Перед тем, как начать, установим галочку в чекбокс и изменение, которое мы применим к фрейму, да. Хорошо, установим в поле. Нажмем кнопку «Да» и курсор переместится в поле «Гатта». Тут установим значение «5», нужно нажать «Ок», мы получим «Фрейм» и нажимаем «Ок». Все получилось. Именно такая последовательность операции чаще всего применяется в работе с текстовыми фреймами. Так, меняем ширину фрейма. Как видите, количество колонок во фрейме не меняется, зато меняется их ширина. При изменении ширины фрейм поделен фрейм на 5 колонок. Как обычно делаю это я в работе, выделяя текстовый фрейм. Так, теперь меняем на 4 колонки, только с обычной скоростью выделяем. Теперь давайте разберемся с тем, как работает при включенной опции «Fixit Number». Тут выделяем текстовый фрейм «Control by 3», выделяем текстовый фрейм, там еще 5 раз нажимаем кнопку и оказываемся в поле «Улиц Индизайн». Автоматически высчитает ширину колонок, которая получается после установки значения в поле для данного фрейма. Если нас устраивает, там можно нажимать кнопку «Ок» или клавишу «Интер». Тут фрейм разделяется, если ввести другое значение или изменить ширину фрейма, чтобы оно соответствовало введенным параметрам. Например, тут 50 ширина, фрейма, ширина уменьшилась, получился фрейм из трех колонок. Так, шириной колонка 50 мм или другое значение 70, да? Ширина фрейма опять изменилась. Получился текстовый фрейм из трех колонок шириной 70 мм. Попробуем еще раз. 35 мм укажем. Давайте разберемся с оставшимися двумя опциями списки колонн. Тут у нас «Fixed Width». Это фиксированная ширина колонок. Когда выбрана эта опция, при изменении ширины текстового фрейма, ширина колонок меняться не будет. Вместо этого будет меняться количество колонок в зависимости от ширины фрейма. Увеличиваем ширину фрейма. Добавляем колонку. Еще раз увеличиваем ширину фрейма. Еще добавляется колонка. Уменьшаем. Еще раз уменьшаем ширину колонки. Остается постоянной. При изменении ширины фрейма добавляется и удаляется. Следующая опция – это «Flexible Width». Эта опция позволяет изменить ширину колонок в определенных пределах. То есть при увеличении ширины и текстового фрейма сначала будет меняться ширина колонок. И когда она достигнет максимального значения, будет новая колонка. При уменьшении ширины фрейма колонок будет уменьшаться до своего минимального значения. А затем количество колонок уменьшится на одну минимальную цифру. Максимальная. При изменении ширины и фрейма ширина колонок будет меняться в пределах от значения в полевых до значения в поле по максимуму. Так, мы установили минимальную ширину 40 мм, а максимальную ширину 50 мм. Так, попробуем изменить ширину текстового фрейма. Вначале меняется ширина колодок. Затем, когда значение ширины колонок увеличилось до максимального значения, была добавлена еще одна колонка. Попробуем увеличить ширину дальше. Вот, еще раз достигнув ширины и максимального значения, была добавлена еще одна колонка. При уменьшении фрейма механизм работает так же, да? Сначала колонки уменьшаются в ширину. Достигнув минимального значения, будет удалена колонка. Вот, еще раз проделаем эту операцию. Да, уменьшаем до минимального размера. Так, вот еще давайте установим фрейму свойства Fixed Number, последние опции в группе. Колумбс выделяем, так, ширина колонки ставим 50 мм. Последней опцией в группе Колумб является Balance Column. Когда эта опция отключена, текст, находящийся во фрейме, будет стремиться занять доступные колонки целиком слева, направо. Часть колонок окажется заполнена целиком, а часть останется пустой. Посмотрим, как это работает. Одна колонка, которая заполнена целиком, если уменьшить размеры фреймов, то начнет перетекать в другую колонну. Давайте добавим колонки, уменьшаем размер фрейма. Текст потихоньку будет перетекать из одной колонки в другую, слева направо. Занимаем слева колонки целиком и оставляем правые колонки пустыми. Так, вернемся в свойства текстового фрейма и установим галочку на Balance Columns. Так, ребята, можете дальше продолжить эту операцию. Спасибо за внимание. Можете указать цвета. Специально до этого я вам показывала, как с этими функциями работать.